Сказка «Царевна лягушка» И что ни в сказке сказать, ни пером написать Младшего звали Иван-Царевич Говорит им царь такое слово Дети мои милые, возьмите себе по стрелке Натяните тугие луки и пустите в разные стороны На чей двор стрела упадет, там и сватайтесь Пустил стрелу старший брат Упала она на боярский двор Прямо против девичьего терема Пустил средний брат Полетела стрела купцу на двор И остановилась у красного крыльца А на том крыльце стояла душа девица Дочь купеческая Пустил младший брат Попала стрела в грязное болото И подхватила ее лягуша-квакуша Говорит Иван-Царевич Как мне за себя квакушу взять Квакуша не ровня мне Бери, отвечает ему царь Знать судьба твоя такова Вот поженились царевичи Старший на боярышне Средний на купеческой дочери А Иван-Царевич на лягуше-квакуша Призывает их царь и приказывает Чтобы жены вашим Испекли мне к завтрему По мягкому белому хлебу Воротился Иван-Царевич В свои палаты невесел Ниже плеч буйну голову повесил Ква-ква, Иван-Царевич По что-то кручинен стал Спрашивает его лягуша Аль услышал от отца Своего слова неприятное Как мне не кручиниться Государь мой батюшка Приказал тебе к завтрему Изготовить мягкий белый хлеб Не тужи, царевич Ложись-ка спать почивать Утро вечера мудренее Уложила царевича спать Да сбросила с себя Лягушечью кожу И обернулась душой девицей Василисою Премудрою Вышла на красное крыльцо И закричала громким голосом Мамки-няньки Собирайтесь, снаряжайтесь Приготовьте мягкий белый хлеб Каков ела я Кушала у родного моего батюшки Наутро проснулся Иван царевич У квакуши хлеб давно готов И такой славный, что ни вздумать, ни взгадать Только в сказке сказать Изукрашен хлеб Разными хитростями По бокам видны города царские И с заставами Благодарствовал царь на том хлебе Иван царевичу И тут же отдал приказ С трем своим сыновьям Чтобы жены ваши Сшили мне За единую ночь По шелковой рубашке Воротился Иван царевич Невесел Ниже плеч Буйную голову повесил Ква-ква-ква Иван царевич По что-то Кручинин стал Аль услышал от отца Своего слова неприятное Как мне не Кручиниться Государь мой батюшка Приказал за единую ночь Сшить ему шелковую рубашку Не тужи, царевич Ложись-ка спать почивать Утро вечера мудренее Уложила его спать А сама сбросила лягушечью кожу И обернулась душой девицей Василисою премудрою Вышла на красное крыльцо И закричала громким голосом Мамки, няньки Собирайтесь Снаряжайтесь Шелковую рубашку шить Чтоб такая была Как у родного моего батюшки Как сказано, так и сделано Наутро проснулся Иван царевич У квакуши рубашка давно готова И такая чудная Что ни вздумать, ни взгадать Разве в сказке сказать Изукрашена рубашка Златом серебром Хитрыми узорами Благодарствовал царь На той рубашке Ивану царевичу И тут же отдал Новый приказ Чтобы все три царевича Явились к нему На смотр Вместе с женами Опять воротился Иван царевич Невесел Ниже плеч Буйну голову повесил Ква-ква-ква Иван царевич По что кручинишься Али от отца услыхал Слово неприветливое Ну как же мне не кручиниться Государь мой батюшка Велел, чтобы я с тобой На смотр приходил Как я тебя В люди покажу Не тужи царевич Ступай один к царю в гости А я вслед за тобой буду Как услышишь Стук да гром Скажи Это моя лягушонка В коробчонке едет Вот старшие братья Явились на смотр Со своими женами Разодетыми Разубранными Стоят да над Иваном царевичем Смеются Что ж ты брат Без жены пришел Хоть бы в платочки Принес И где ты Эдакую красавицу Выискал Чай все Болото Исходил Вдруг Поднялся Великий стук Да гром Весь дворец Затрясся Гости Крепко Напугались Повскакали Со своих мест И не знают Что им делать А Иван царевич Говорит Не бойтесь Гости дорогие Это моя лягушонка В коробчонке Приехала Подлетела К царскому Крыльцу Золоченая Коляска В шесть Лошадей Запряжена И вышла Оттуда Василиса Премудрая Такая Красавица Что Не вздумать Не взгадать Только В сказке Сказать Взяла Ивана царевича За руку И повела За столы Дубовые За скатерти Браны Стали Гости Есть Пить Веселиться Василиса Премудрая Испила Из стакана До последки Себе За левый Рукав Вылила Закусила Лебедем До косточки За правый Рукав Спрятала Жены Старших Царевичей Увидали Ее Хитрости Давай И себе Тоже Делать Пошла Василиса Премудрая Танцевать С Иваном Царевичем Махнула Левой Рукой Сделалось Озеро Махнула Правой И Поплыли По воде Белые Лебеди Царь и гости Диву дались А старшие Невестки Пошли Танцевать Махнули Левыми Руками Гостей Забрызгали Махнули Правыми Кость Царю Прямо В глаз Попала Царь Рассердился И прогнал Их С глаз Долой Тем Временем Иван Царевич Улучил Минуту Побежал Домой Нашел Лягушачью Кожу И Спалил Ее На большом Огне Приезжает Василиса Премудрая Хватилась Нет Лягушачьей Кожи Приуныла Запечалилась И говорит Царевичу Ах Иван Царевич Что же Ты Наделал Если бы Немножко Ты Подождал Я бы Вечно Была Твоей А теперь Прощай Ищи Меня За Тридевять Земель В Тридесятом Царстве У Кощея Бессмертного Обернулась Белой Лебедью И Улетела В Окно Иван Царевич Горько Заплакал Помолился Богу На все Четыре Стороны И Пошел Куда Глаза Глядят Шел Он Близко Ли Далеко Ли Долго Ли Коротко Ли Попадается Ему Навстречу Старый Старичок Здравствуй Говорит Добрый Молодец Чего Ищешь Куда Путь Держишь Царевич Рассказал Ему Своё Несчастье Эх Иван Царевич Зачем Ты Лягушачью Кожу Спалил Не Ты Ее Надел Не Тебе И Снимать Была Василиса Премудрая Хитрее Мудрёней Своего Отца Уродилась Он Зато Осерчал На Нее И Велел Ей Три Года Квакушей Быть Эх Вот тебе Клубок Куда Он Покатится Ступай За ним Смело Мудрёй И И Смело 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 Когда-нибудь пригожусь тебе. Не тронул Иван-царевич медведя. Пошел дальше. Идет он дальше, глядь, а над ним летит селезень. Царевич прицелился из лука, хотел было застрелить птицу, как вдруг говорит она человечьим голосом. Не бей меня, Иван-царевич, я тебе сама пригожусь. Он пожалел, пошел дальше. Бежит косой заяц. Царевич опять за лук стал целиться, а заяц ему человечьим голосом. Не бей меня, Иван-царевич, я тебе сам пригожусь. Иван-царевич пожалел заяца и пошел дальше, к синему морю. Видит, на песке лежит, издыхает щука-рыба. Ах, Иван-царевич, сказала щука, жалься надо мною, пусти меня в море. Он бросил ее в море и пошел берегом. Долго ли, коротко ли? Прикатился клубочек к избушке. Стоит избушка на куриных лапках, кругом повертывается. Говорит Иван-царевич. Избушка-избушка, стань по-старому, как мать поставила, ко мне передом, а к морю задом. Избушка повернулась к морю задом, к нему передом. Царевич вошел в нее и видит на печи, на девятом кирпича лежит баба-яга, костяная нога, нос в потолок врос, сама зубы точит. Ой, ищи, добрый молодец! Зачем ко мне пожаловал? Спрашивает баба-яга Ивана-царевича. Ах ты, баба-яга, костяная нога, говорит Иван-царевич. Ты бы прежде меня, доброго молодца, накормила, напоила, в бане выпарила. Да тогда бы и спрашивала. Баба-яга накормила его, напоила, в бане выпарила. А царевич рассказал ей, что ищет свою жену, Василису Премудрую. А, знаю, сказала баба-яга. Она теперь у Кощея Бессмертного. Трудно ее достать, нелегко с Кощеем сладить. Смерть его на конце иглы. Та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей, как свой глаз, бережет. Указала баба-яга, в каком месте растет этот дуб. Иван-Царевич пришел туда и не знает, что ему делать, как сундук достать. Вдруг, откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил дерево с корнем. Сундук упал и разбился в дребезги. Выбежал из сундука заяц и вовсю прыть на утек пустился. Глядь, а за ним уж другой заяц гонится. Нагнал, ухватил и в клочки разорвал. Вылетела из зайца утка и поднялась высоко, летит, а за ней селезень бросился. Как ударит ее, утка тотчас яйца выронила и упало то яйцо в море. Иван-Царевич, видя беду неминучую, залился слезами. Вдруг подплывает к берегу щука и держит в зубах яйцо. Он взял то яйцо, разбил его, достал иглу и отломил кончик. Сколько не бился кощей, сколько не метался во все стороны, а пришлось ему помирить. Иван-Царевич пошел в дом кощея, взял Василису Примудрую и воротился домой. После того они жили вместе и долго, и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok